Так, а как вас зовут? Подскажите, пожалуйста. Василий Николаевич. Василий Николаевич, смотрите, вопрос такой. Сейчас Финляндия планирует закрыть последний КПП на границе с Россией в связи с большим количеством беженцев из Ближнего Востока, которые через Россию бегут в Европу, в Финляндию. Как вы считаете, почему это происходит, ситуация с беженцами, и почему она происходит именно сейчас? Американцы мутат. Я думаю, так. Я был в Финляндии, нормальные отношения были. Правда, давно ли 30 назад отношения были великолепные. Ну, а Запад, ну, как бы он как-то агрессивно настроен к России, да, враждебно, вот. И, возможно, и у них есть, ну, какие-то свои додумки или еще что-то в том плане. Пытаются в чем-то обвинить Россию, в чем они это в целом и делают. Да, каждый раз. Нет, то есть они обвиняют Россию в том, что Россия организует поток мигрантов, собственно, в Европу, через Беларусь, в Польшу и через Россию и Финляндию. А это нерусские люди, а это иммигранты, которые хотят куда-то пойти дальше. Россия не помогает им, насколько я знаю. У меня информация. По телевизору или еще. Вот, теперь, чем отвечу на твой, ответь на мой вопрос. Кто разрушил страны, в которых жилось хорошо, такие как Ливия, как Афганистан, было более-менее спокойно все, соответственно, Ирак, Иран, Сирия. Кто стал причиной, что там стало жить невозможно? Всегда агрессия США, типа защита НАТО, там наши какие-то интересы. Разбомбили Ливию, там тут же те самые все. Саддам Хусейн, который держал Ирак в таком кулаке. Как только в раз, там по межнациональным разням сразу 10 провинций друг с другом дерутся, людям жить негде. Здесь они бегут, куда? Там, где жить хорошо. Кто виноват? Россия. Ну, это нормально. То есть разбомбили эти страны Америка со своим псявками НАТО, а виновата Россия. Ну, это бред, как-то. Нет, ну это чистая-чистая политика. Просто Финляндия хочет, так сказать, с нами прекратить все отношения. Это я вижу понятно. Мы сама достаточная страна, чтобы обращать внимание на какую-то Финляндию. Это их дело. Это она суверенная страна. Пускай закрывает. Нет, ну как бы они сообщают это именно как проблема. Большой поток нелегальных нелегантов. Нет, ну это не может быть проблема. Ну, в конечном итоге это не является проблемой. Если смотреть с другой стороны и расширенно воспринимать всю информацию, которая на данный момент поступает. Я думаю, Россия это не надо, зачем? Это там, эти 200-300 человек, там, что, как говорят, там, на границе с Финляндией, непогоду не делают. Не думаю, что Россия опустит, так же, с такой мелочью, что ли. А сейчас есть проблемы в Украине. Возможно, это наше правительство делает специально, чтобы на границе с Финляндией какую-то движуху создать. А для чего это может быть нужно? Дестабилизировать ситуацию в Европе. Но как они еще попасть могли? Кто им мог разрешить попасть в нашу страну? Не просто так, что они приехали и давайте мы пойдем на границу с Финляндией. Кто-то разрешил? Я думаю, так. Евросоюз, то есть, он утверждает, что якобы Россия направляет эти потоки беженцев из Ближнего Востока в Европу, в Финляндию, в Польшу, через Беларусь, да? То есть, как вы думаете, есть ли какая-то рука России, да? То есть, какой-то след России в направлении этих беженцев? Вы знаете, Запад всегда говорит, что это Россия виновата во всем. И это самое, что бы там ни произошло. Поэтому, я думаю, что Россия здесь вообще ни при чем. Все начал в Запад, особенно Америка. Вот если бы в Америке, мир бы был прекрасен, если бы ее не было. Очень хорошее правительство во главе с Путиным. Очень разумное. Я думаю, что они найдут выход из этой ситуации. Агрессии с нашей стороны никакой не будет. Ее не было и не будет по отношению к Финляндию. Как вы считаете, можно решить эту ситуацию с мигрантами? Как вы считаете, можно решить эту ситуацию с мигрантами? То есть, со стороны России, Финляндии, может быть, какие-то другие страны должны включиться? То есть, как можно как-то охладить, скажем так, напряжение? Это напряжение сейчас нельзя никак охладить. Потому что нас просто этих ненавидят русские. То есть, виноват все, кроме них. Это просто перенаправка информации, да и все. Для поддержания ажиотажа против России. То есть, они даже допускают, что Евросоюз самостоятельно потоки беженцев направляет через Россию. Ну, даже если мы что-то и устраиваем, то, по крайней мере, делаем это, мне кажется, плохо. Потому что, ну, 15-30 человек сложно назвать потоком. Поэтому, если действительно кто-то спланировал, ну, вопрос тогда, как-то это спланировал. Но зачем нам это делать, тоже странная штука, непонятная. Возможно, какие-то внутренние проблемы между ними, которые до нас не доходят. И последний вопрос. Как вы считаете, эту ситуацию можно разрешить? То есть, что нужно предпринять со стороны России, со стороны Евросоюза? Я обычно говорю, ограничил количество прибывающих в России вот этих вот всяких мигрантов. Арабов и прочих. Я думаю, что нам не нужны в таком количестве вот эти все, там, пример Франции и, там, Германии, то же самое. Зачем они не нужны? Я думаю, что люди, которые уже настроены, там, это самое, гадить России, они, уже их ничем не исправишь. Вот только победа, вот над ними нужна победа. То есть, еще раз доказать этому поколению, которое не знало войны, вот, доказать еще раз, что это самое, что Россия сильна, и ее не победить. То есть, видите, разрешение только военным путем, да, каким-то... Конечно, конечно, уже назрело это, просто назрело. И я думаю, что это самое, правильно Путин вот сделал, что самое, ну, начал защищать Донбасс, вот. Потому что терпеть 8 лет, это уже было, ну, просто через край. Надо было еще раз.